Любовь Судавны и ее соседи из дома номер 13 по улице Партизанской в Архангельске много лет оставляли свои отходы в контейнере. Он стоял напротив дома. Металлический ящик был один, но зато был удобно расположен. Вот уже месяц, как нету ящика, все равно сюда кидают. Потому что далеко помойки все далеко найти. Например, 500 метров идти до одной помойки, 500 до другой идти. А помимо еще домашних лампы кидывают люди. Да все такое. Где-то два ящика стоит, а где-то три стоит. А у нас это что убрали-то интересно. У нас это тоже надо куда-то помойки начать. Мы что, не люди что ли? Или как животные живем? В управляющей компании, которая временно обслуживает дома на Партизанской, пояснили, контейнер перенесли на другую улицу, поскольку места их нахождения обозначены в договоре с муниципальным предприятием, которое вывозит отходы. Когда была управляющая организация ранее, может быть, была просто как-то не так, скажем, корректно установлена контейнерная площадка. Сейчас корректируем совместно с администрацией, с теми управляющими компаниями, которые находятся рядом с нами на территории, и совместно с контейнерной площадкой. В областном центре около тысячи контейнерных площадок, чуть более 400 введений муниципального предприятия спецавтохозяйства. Остальные обслуживают 10 коммерческих компаний. Сейчас вывоз мусора – это жилищная услуга. Плата за нее входит в общую квитанцию в графу за содержание и ремонт. Обилие должников и неплательщиков делают эту услугу нерентабельной для бизнеса. Вообще было бы шикарно, если бы просто с управляющих компаний сняли этот мусор и собирали бы денежки напрямую. Было бы куда выгоднее и управляющей компанией, и чтобы забрал мусорные баки в город, то есть и обслуживал. Все контейнерные площадки в свое ведение получит региональный оператор. Его определят в начале мая этого года с помощью открытого конкурса. Новая компания займется сбором, вывозом и хранением мусора на всей территории региона. По сути, это исполнитель, который будет отвечать за качество услуги перед потребителем и за соблюдение экологических норм перед государством. Мы видим путь, что самый оптимальный для области – это государственное частное партнерство. Во-первых, оставить контроль за всем, на первом этапе, по крайней мере, за государством. И в том числе привлечь частные инвестиции уже в деятельность регионального оператора. Деятельность новой компании определит региональная программа по обращению с отходами. Ее разработают до конца года. В нее должен войти порядок сбора мусора. В перспективе новое законодательство с помощью современной системы сбора отходов должно приучить граждан не выбрасывать батарейки вместе с бумагой или пищевыми отходами. Отдельный вопрос к площадкам для сбора и хранения твердых бытовых отходов – юридический статус земель, на которых они расположены. К примеру, вот эта благоустроенная помойная яма находится на территории частного земельного участка. А значит, когда его владелец решит им воспользоваться, региональному оператору вместе с жителями соседних домов придется решать вопрос, где найти место для новой контейнерной площадки или помойной ямы. Это недостатки проведенных кадастровых мероприятий, мероприятий по межеванию в свое время. В сегодняшний день мы это и наследуем. По идее вообще, как должно быть у каждого многоквартирного жилого дома, за ним должна быть закреплена контейнерная площадка. С момента, когда вывоз мусора станет коммунальной услугой, ее стоимость будет рассчитываться по новому нормативу. Сейчас каждый житель платит за избавление от отходов, исходя из количества занимаемых квадратных метров жилья. По новой схеме расчет будут производить по количеству проживающих. К слову, каждый человек за год выбрасывает в среднем 215 килограммов отходов. То есть за 12 месяцев жители Архангельской области образуют почти 243 тысячи тонн мусора. Цель этого нового документа, федерального закона – улучшить экологическую обстановку в нашей стране. Сделать все возможное, чтобы наша природа была сохранена для будущих поколений. Естественно, начинать надо с малого. Надо воспитывать детей, правильно общаться с отходами, которые имеем. По расчетам, затраты на реализацию новой системы обращения с отходами в Архангельской области составят почти полтора миллиарда рублей. Это строительство мусороперерабатывающих комплексов, модернизация существующих полигонов для хранения отходов и внедрение новых технологий. К примеру, в Ульяновской области региональный оператор приступил к работе два года назад. А уже в этом году совместно со шведской компанией готовятся к запуску комплекса для утилизации и переработки газа, который образуется при длительном хранении отходов. Именно из-за него на свалках часто случаются самовозгорания. Для наилучшего извлечения газа необходима правильная эксплуатация полигона, правильная изоляция слоев и так далее. В этом случае его дебет, так называемый, количество этого газа оптимально для осуществления проекта. А дебет ощутимый. В процессе утилизации на предприятии будет вырабатываться электроэнергия и тепло. Кроме того, специалисты заверяют, полигоны будут выделять значительно меньше неприятных запахов. Главный принцип нового закона – совместная ответственность государства и гражданина за экологическую обстановку. Олеся Кокина, Денис Линчевский, Владимир Орлов, Евгений Зыков. Семь дней в регионе.